Добрый день, дорогие друзья! На любимом вами библейском портале «Экзегет» стараемся отвечать на ваши вопросы. В такой интересный вопрос пришел. Судя по всему, человек глубоко интересуется вообще христианской традицией. Вопрос следующий. Почему православное богослужение такое сложное? Не кажется ли, что оно немножко уклонилось от простоты во Христе? В общих чертах можно представить, кто задает такие вопросы. Мне лично приходилось общаться с нашими уважаемыми друзьями-протестантами. И чаще всего вот такого рода вопросы из уст наших протестантских братьев. Братьев во Христе, так хочется сказать. Потому что протестантское богослужение, конечно, намного проще. И я не побоюсь такого слова сказать, немного скучнее. И поэтому, глядя на многообразие, красоту, глубину, многогранность православного богослужения, протестанты, чтобы как-то, ну так или иначе, оправдать именно свою позицию, вот такие аргументы приводят. И мне приходилось читать в том числе высказывания некоторых достаточно авторитетных, имена и фамилии сейчас называть не буду, именно протестантских авторов современных, которые буквально так и говорят, что вот в апостольские времена в церкви все было просто, все было, была любовь ко Христу, было какая-то, так сказать, единство, все было значительно проще. А вот сейчас в течение веков православная церковь обросла всевозможными человеческими измышлениями, какими-то обрядами, какими-то традициями. Многое было воспринято из язычества и так далее, и так далее. Так ли это на самом деле? Дорогие друзья, конечно, если мы так вот хотя бы в учебных целях обратим взор назад в историю, то, конечно, в апостольский век, во времена деяний святых апостолов и мужей апостольских, конечно, такого богослужения, такого, может быть, величественного, такого вот торжественного, наполненного столькими молитвословия, может быть, и не было, в силу того, что юная церковь только-только зародилась на земле в день Пятидесятницы, и церковь жила в условиях жесточайших гонений со стороны иудеев и язычников. Христиане собирались по домам, собирались вокруг чаши Святой Евхаристии. Святая Евхаристия, как главный центр христианского богослужения, уже была, собственно, христианское богослужение вокруг чаши спасения. Собирались в частных домах, а уже впоследствии в катакомбах. Конечно, иконографии такой, гимнографии, никакого архитектурного каких-то разнообразия христианских храмов тогда, в первые два или даже три века, не могло быть и речи. Почему? Потому что церковь находилась в условиях жесточайших гонений. А уже после эпохи святого императора Константина Великого, равноапостольного, когда Святая Церковь получила возможность, Церковь Христова уже беспрепятственно совершать свое богослужение на земле, тогда уже мы видим, и многие историки называют это «золотой век христианской письменности». Тогда многие святых отцов написали свои выдающиеся произведения, в том числе истолкования на божественную литургию. Тогда расцвет христианской проповеди, когда Самвона, выдающиеся ораторы христианства, такие как святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златов, святитель Григорий Богослов, святитель Амвросий Медиаланский и другие произносили свои бессмертные произведения. Тогда начали созидаться величественные и прекрасные храмы, и каждый христианский храм как бы олицетворял собой Царство Божие на земле. Гимнография начинает появляться, то есть многие богослужебные песнопения, именно некое такое красивое разнообразие начинает появляться уже после эпохи святого Константина Великого. Разумеется, что божественная литургия апостола Иакова, самая древняя, одна из самых древних, затем святитель Василий Великий, немножко сократив по продолжительности, составил свою божественную литургию, которая так и носит название литургии святителя Василия Великого, а чуть позже святитель Иоанн Златоус, еще чуть-чуть сократив некоторые молитвословия, составил уже свою литургию, которую совершает Святая Православная Церковь уже в течение всех этих столетий. Поэтому, глядя на православное богослужение, мы видим, что здесь именно как развитие, рост живого организма, так и развитие христианского богослужения. Кроме того, дорогие друзья, вот немножко, если ответить нашим дорогим друзьям-протестантам, если посмотреть на историю хотя бы евангельских христиан-баптистов, чуть более двухсот лет назад, когда возникло это протестантское движение, ведь и у евангельских христиан-баптистов, например, или у других протестантов, не было столь разнообразия их миссионерской деятельности. Тогда не было баптистских семинарий, не было университетов, не было книгоиздательства, не было вот этих многочисленных групп прославления, когда именно вот воспевают какие-то христианские гимны, и именно люди, имеющие профессиональное музыкальное образование, а не просто как бы первостречные, миссионерские съезды, различные миссионерские мероприятия. То, все то, что мы сейчас видим, например, у евангельских христиан-баптистов, это тоже, ну, если уж это, простите за некоторую горькую иронию, это тоже уход от той простоты, которая была в апостольское время. Это тоже некоторое развитие. Если сравнить евангельских христиан-баптистов 250 лет назад и сейчас, то мы увидим огромную разницу, даже неузнаваемую разницу. А что говорить о Церкви Христовой, которая за две тысячи лет, это живой богочеловеческий организм, и растет, и развивается, наполняется и раскрывается смыслом. Сколько вот этих глубочайших богослужебных текстов, в которых раскрывается вся история человечества, ветхозаветная история, новозаветная история, иконография. И вот обратите внимание, дорогие друзья, что в христианском богослужении православном оно назидательно для человека на любом уровне. Потому что, если мы посмотрим с точки зрения педагогической, наиболее успешна педагогика, когда задействованы все органы чувств человека, и зрение, и слух, и обоняние, и осязание. Более, скажем так, продуктивно может развиваться ребенок, если ему не просто только монотонно что-то зачитывать, а если он учится полностью, задействованы все органы чувств. Православное богослужение глубоко символично. Вот если мы вспомним из Откровения Апостола Иоанна Богослова, как он, Апостол Иоанн, пишет, Откровение 1 глава, 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обреченного в падир». Падир – это длинная одежда иудейских первосвященников. И далее апостол Иоанн неоднократно в своем Откровении упоминает такие, увиденные им на небе, такие священные предметы, как кадильница, жертвенник, фимиан, вот уже упоминаемый нами семисвечник, видит престол, видит Христа, облеченного в одежду ветхозаветных священников. Все вот это, и семисвечник, который символизирует семь даров Духа Святого, кадила, в который возлагается фимиам, а фимиам символизирует молитву святых, жертвенник престолов, все это присутствует в православном богослужении. И всего этого нет, всего этого нет в протестантских, скажем так, религиозных, вот этих культовых зданиях. Поэтому как раз именно в православном богослужении все то, что кажется нашим уважаемым друзьям протестантам некой той сложностью, это не что иное, как земное воплощение тех духовных реалий, которые видел, в частности, святой апостол Иоанн Богослух. Он видел это, видение видел это вокруг небесного престола. Все это воплощено здесь на земле, в христианских храмах. Поэтому христианское богослужение православное, оно имеет очень глубокое прообразовательное и воспитательное значение. Вот еще раз возвращаю вашу мысль к следующему. И ребенку интересно присутствовать во время православного богослужения, и взрослому, причем человеку любого уровня образования, потому что здесь задействованы все органы чувств. Зрением он видит священника, обреченного, скажем так, в необычную одежду, которую не видишь в повседневной жизни. Он видит храм, он видит иконостас, украшенный изображением святых. Святых — это те, которые уже перешли в вечную блаженную жизнь, которые ходатайствуют перед Богом. Это те, как в Священном Писании сказано, друзья Божии. Спаситель, обращаясь к своим апостолам, говорит, «Вы, друзья мои, исполняете то, что я заповедую вам». Те, кто воплотили в своей жизни евангельский идеал, те, кто друзья Божии, вот мы видим их изображенными на иконах, видим их молящимися, и одновременно видим, что они возносят свою молитву за нас, и мы как бы соучаствуем в молитве святых. Вся вот эта красота православного богослужения — это воспитательный момент для зрения, для слуха. Все разнообразие и красота богослужебных текстов. А что такое богослужебные тексты? В первую очередь, это псалтырь Давидова. Псалмы Давидовой именно ими наполнено православное богослужение. Те молитвы, которые мы находим в Священном Писании, это в первую очередь молитва «Отче наш» поется во время богослужения. Молитва «Достойная есть якова истину» — «Святый Божий». Молитва святого Симеона «Богоприимца, ныне отпущающий раба твоего владыка». То есть все те тексты, вот «Архангельское обрадование» «Радуйся, благодатный Господь с тобой». Все те тексты, которые мы находим в Священном Писании, и они же присутствуют во время православного богослужения. Органы обоняния тоже участвуют в богослужении. Каким образом? Потому что стоящий в храме человек обоняет благоухание Ладана. И Ладан, еще раз повторю вам общеизвестную истину для любого верующего православного христианина, аромат Ладана символизирует молитву святых. То есть, смотрите, и зрение, и слух, и обоняние, все органы чувств человека участвуют в богослужении. Православное богослужение, о нем можно было бы говорить бесконечно, насколько оно многогранно, глубоко. И вот как раз в его том виде, в каком оно есть сейчас, это то великое сокровище, которое нам сейчас досталось от наших благочестивых предков, от многих поколений людей, которые каждый вложили свою лепту в его создание, в его украшение. Поэтому не совсем правы наши уважаемые друзья-протестанты, которые видят во всем этом некую сложность и уход от простоты апостольского века. Это мы видим как раз результат роста и развития живого богочеловеческого организма, которым является православная церковь. Поэтому от всей души желаем нашим дорогим друзьям-протестантам в первую очередь поинтересоваться, почему православное богослужение таково, что оно символизирует. И, конечно же, желаем им обрести истину и прийти в лоно святого православия. Будьте здравы, дорогие друзья, и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok